Суть нововведения в том, что с января 2018 года заработают две президентские инициативы по поддержке демографической программы. Нуждающимся семьям, в которых с 2018 года родится или будет усыновлен первый или второй ребенок, государство будет выплачивать на протяжении полутора лет выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи. Информацию по данному изменению предоставил заместитель руководителя клиентской службы пенсионного фонда Эльдар Султанов. Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Право на выплату получили семьи, у которых доход в 2017 году был ниже полутора прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в регионе проживания. Кому положена эта ежемесячная выплата? Семьям, средний душевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 2017 году. Можно получать государственную поддержку в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка из средств материнского капитала. Как это будет все работать? Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие в Российской Федерации. И еще обязательные условия, чтобы ребенок и мама были гражданами Российской Федерации. Ребенок был рожден после 1 января 2018 года. И размер дохода на одного члена семьи не будет превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в данном субъекте, то есть у нас в Дагестане. Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка в любое время в течение полутора лет со дня его рождения. Стоит отметить важную информацию о том, что ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребенка полутора лет. Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. Затем семья может повторно обратиться с заявлением. И выплата будет продлена до достижения ребенком полутора лет. Могут обращаться в пенсионный фонд либо в МФЦ. Через месяц после обращения с заявлением гражданин получит государственный сертификат. И дней через 10 уже начнутся выплаты этому ребенку. Если обращение последовало в течение 6 месяцев, то выплаты будут осуществляться, назначаться со дня рождения этого ребенка. Если после 6 месяцев, значит со дня обращения за этими выплатами. Но не более чем до полутора лет достижения этого ребенка, родившегося после 1 января 2018 года. Обращаться, как я уже сказал, могут территориальные органы пенсионного фонда по месту жительства. Либо многофункциональные центры нашего города. Его можно подать и после достижения 6 месяцев у ребенка. Но назначаться уже со дня рождения этого ребенка суммы не будут. Назначается на 12 месяцев. То есть, если гражданин обратился, допустим, сейчас в январе родился ребенок, обратился он в апреле. Ему назначена будет выплата с 1 января и до декабря 2018 года. В январе уже 2019 года они должны будут еще раз подать заявление уже с документами о своих доходах за 2018 год. И им будет еще на полгода назначена эта выплата за счет средств материнского капитала. В ходе беседы Эльдаром Султановым была затронута тема о единовременных выплатах пенсионерам. Информация о выплате единовременной суммы в размере 5000 рублей дагестанским пенсионерам в январе 2018 года не соответствует действительности. Об этом официально заявляют в Пенсионном фонде Дагестана. Бурлиет Самбиева, Пермагомед Пермагометов, информационная программа Пульс.